Это игра, который мы действительно нужны, особенно в Еврокубке. Мы трогали три в рамках. Игра действительно очень важная для нас была, особенно в Еврокубке. Мы проиграли три матча подряд. Я думаю, что мы все вместе вместе с командой, с одним голем в руках. Мы остановили тяжелую френчную команду, которая номер один в своей лиге. И теперь мы должны ждать на Альба и Раднички, чтобы проверить, если мы преодолели. Мы сегодня собрались как команда и смогли победить. Смогли победить сильную французскую команду, которая является лидером французского чемпионата. Теперь нам остается только ждать, ждать результата матча Альба и Раднички. И понимать, выходим ли мы дальше. Вопросы? Джамал, нет вопросов. Вопрос есть один. Как Джамал расценивает выступления его команды в этом сезоне? Джамал, расскажите нашу точку о нашей команде в этой сезоне. Вопросы? Я думаю, что у нас очень хорошие шансы. Из прошлого сезона эта команда очень вместе. Мы слушали стратегию команды. Мы начали в Европу и в Супер-Лиге. Я чувствую себя очень позитивно в направлении мы идем. И мы продолжим срочно выполнять, если мы продолжим выполнять. И мы продолжаем вместе. Я хочу сказать, что мы начали очень хорошо, сплотились еще с прецизной подготовки. Дальше идем хорошо сплоченно, как одна команда. Хорошо выполняем ту тактику, те наработки, которые говорит нам тренер. И если мы так будем двигаться дальше, я вижу очень много позитивного для нашей команды. Будем надеяться, что будет хороший результат. Я думаю, что мы провели хорошую игру. Почему? Потому что был тот настрой, который нужен на такие игры. И была степень ответственности игроков тоже в высоком уровне. Я имею в виду то, что игроки выполнили все задачи и все время стояли в хорошей концентрации. Всю игру все 40 минут. И это сегодня очень было нужно. И по результату тоже видно, что мы провели хорошую игру. Потому что мы большинство всего времени контролируя игру и были в лучшем позиции, чем противник. И противник, как уже игрок заметил, конечно, хорошие. У них хорошие игроки, ротация, хороший тренер. И по результату вышло, что мы выиграли 10 очков в конце. Но это не было легкой игры. Это была хорошая работа игроков. Хорошее выполнение плана, установки на игру и хорошая самодача. То, что нам и нужно в течение всего сезона на каждую игру. Иногда это получается, иногда нет. Но в этой игре это получилось хорошо. И мы не дали развернуться лидерам противников, которые у них в всех линиях есть. Они сначала попробовали сыграть под кольцом. Это мы остановили. Потом они начали играть с периметра. Это тоже нам удалось остановить. Так что по большим компонентам мне эта игра радует. И по результату, и по качеству игры. Спасибо. Вопросы? Кого бы вы выделили у команды соперницы, у игроков и у своей команды сегодня? Ну, у команды соперников у нас была немножко проблема остановить пятнадцатого номера Дюпорта. Потому что он такой нестандартный игрок. С таким ростом он имеет очень хороший бросок. И у нас были какие-то проблемы, как с ним отработать и под кольцом, и с периметра, где он очень сильно атаковал. Так что могу выделить и вот, что он хорошо сыграл сегодня. От своей команды я думаю, что ряд игроков показал хороший уровень. Но, как я уже сказал, что все игроки, кто выходили на поле, не выходили, не несли свою лепту. Потому что, видите, мы остановили их защиту, значит, кто-то все отработали хорошо защиту. Кто-то набрал больше очков, да, может он сегодня был везунчиком или лучше попадал бы. Так что я думаю, это командная победа. Сегодня это был финал для нас. И мы не играем как финал, мы играем как нормальный игрок. Мы играем как физически, как мы делаем. Так что это было тяжело для нас. Сегодня была финальная игра, последняя игра решающая. Но мы не играли ее как финальную игру, играли как обычную игру. Мы были, судя по всему, готовы физически и очень плохо играли в нападении с самого начала. Сегодня это был Еврокубок, потому что это хороший шанс попасть в следующую игру. Так что мы не играем как мы делаем. Конечно, сегодня важен был Еврокубок, потому что мы имели хороший шанс попасть в одну восьмую финал. Вопрос? Перед игрой, когда вы сюда летели, не смутили ли вас политические события, которые происходят в Украине? Да, мы видели на ТВ, когда вы летели здесь. Вы знаете, что-то о том, что вы делаете политические ситуации в Украине? Да. Вы не скрыли ли вас? Да, мы видели на ТВ, что... ...вы события. В событиях? В событиях. В событиях. В событиях. В событиях. В событиях. Смотрите, это было у нас. Но мы не понимали, что это было в Киеве, и не в таком garst. И ведь мы знаем, что это было невероятное. Вопрос-вот вопрос. Вопрос-вот ? Вы не скрыли ли вас? Нет. Потому что мы знаем, что это было в Киеве. И не там. Да, конечно. Мы знаем эту ситуацию. Мы видели по телевизору. Очень жаль, что такое происходит с людьми. По поводу были ли напуганы этой ситуацией. Конечно нет. Мы знали, что это происходит в Киеве, а не здесь. Игорь Ку. Что во Франции, что здесь в Южном? У вас очень хорошо шел трехочковый бросок. В чем залог успеха этого броска? Ромейн, вопрос о игре в Франции против Химик и сегодня. Игорь Ку. Игорь Ку. У вас очень хорошая шел трехочковый бросок. Какой успех этого трехочкового броска для игроков в твоей позиции? Он сказал, что я шел трехочковый бросок. Не трехочковый бросок. Почему ты бросил так много? Я работаю каждый день на моих бросках. Сегодня я делаю все мои броски. Игорь Ку. Он хочет играть в Киеве в следующий раз. Я просто тренировал каждую тренировку в броске. И сегодня я попал в Франции против Химикой. Тренинг шутишь и хочет играть в Химикой. Просто следующий раз. Как он сказал, это был финал для двух команд. Даже если мы не знаем, что Крагуевач будет делать. Но если они потеряют в Берлине, то Киевик будет развиваться. Мы знали, что они будут очень агрессивны. Я думаю, что в франции мы сделали хороший начальник. Но мы были плохими в офене для начала. И я думаю, что мы получили 7 тренировок после 10 минут. И это был такой же игрок. В каждой финале вы не сможете делать так много ошибок. Или это тяжело вернуться в игру. Мы сделали это. Но мы всегда были behind. И каждый раз, когда мы были близко, мы сделали другой ошибок. И после этого они начали играть очень хорошо. Они сделали шутки, которые не всегда делают. Мы были в проблеме с их шутками. И они сделали 2-3 в игру с Доланей и попов. Но это часть игры. Я думаю, что мы не взяли от их плохого начальника. И после этого, для нас на дороге, когда у вас есть возможность, и вы не принимаете это, это всегда сложно. Да, сегодня никаких сюрпризов как бы не было. Мы понимали прекрасно, что Химик сегодня будет играть как в последний раз. И как правильно сказал игрок, сегодня была финальная игра. Мы должны были играть как в финале. И мы прекрасно понимали, что если матч в Берлине сложится так, что Раднички проиграет, Химик пройдет дальше. Мы сегодня хорошо начали играть в начале. Хорошо сыграли в защите. Но потом допускали слишком много потерь. У нас там было 7 потерь. Потом, когда мы начинали догонять, допускали очередную ошибку, которая мешала нам догнать соперника. И когда ты допускаешь так много ошибок, и так относишься к игре, ты получаешь тот результат, который мы получили сегодня. Спасибо. Вопрос в тренинг. Да, пожалуйста. Еще один вопрос. Если случится так, что наша команда пройдет дальше, вы будете поддерживать ее? Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Если Химик пройдет на 8 фаналов в следующий рамках, вы будете фаном Химик? Вы будете? Фаном Химик. Почему не? Конечно. Они будут играть против Анкара. Туркская команда. Не слишком далеко от этого. Просто через Черного моря. Да. Да, конечно. Они будут. Почему нет? Химик будет играть против Анкара, если пройдет дальше. Это не так далеко, через Черное море все у нас. Еще вопрос от тренинг. Состав французской команды не так давно пополнил очень опытный игрок Дэвид Андерсон. Он очень опытный, но в то же самое время уже довольно возрастной. Какую роль вы оконите этому баскетболисту в сегодняшнем страте? У тебя есть Дэвид Андерсона несколько раз назад. Какой роль его сегодняшний день в Страсбурге? У нас нужно ждать, чтобы он уйдет. Он вернулся от болезни. Сейчас он уйдет. Поэтому мы попытаемся помогать ему уйти в лучшую форму. Он будет в первую очередь. Мы требуем больше от него. Это точно. Конечно, мы ждем, когда его уровень будет подниматься. потому что игрок после травмы еще не набрал свою оптимальную форму. И, конечно, мы возлагаем на него очень большие надежды. Это определенно. Спасибо. Хорошо, еще. По результатам двух игр, кого бы вы могли выделить в составе Химико и видеть в своей команде? Двух игр между Химиком и Страсбургом. Какой игрок из Химико вы хотите увидеть в вашей команде? Это хорошая вопрос. Это хорошая вопрос. Первый матч мне понравился Гаттенс. Мне понравился Гаттенс. Мне понравился Попофф. Потому что для меня это означает «сакривание». И национальной команде, например, у меня есть парня как Петрус. Он примерно одинаковый. Сегодня он сделал трех ударов, чтобы начать трех ударов. но, как он играет за правой, это делает нам уничтожение. И когда он вернулся, он стал трех ударов, он играл же уровень за правой. И для меня это очень важно. У меня это очень важно. У меня национальности, как Шулер и Доланее, но для меня это нет. Попофф. Мэтт Гейтенс и Попофф. Почему Попофф? Когда я руководил сборной Франции, у меня был такой игрок как Петрус. Для меня очень важно, как этот игрок играет в защите. Сегодня Попов вышел, получил три фола, но после этого вернулся и играл на том же сильном уровне в защите. Это очень важно для игрока, я это ценю. Да, у Химико есть хорошие еще игроки, Шулер, но для меня я бы выделил Попов. Последний вопрос. Завтра предстоит матч Одесского Черноморца и Леона Олимпика. Как вы расцениваете шансы Черноморца? Завтра предстоит матч-черноморец Одесса и Леон Олимпика. Как вы думаете, что вы расцениваете шансы в этом матч-черноморце? Я не знаю, поэтому я думаю, что 0-0 tomorrow и Леон будет победить в Леон. Мы встретили их в аэропорте в Одессе вчера. Вчера? Они приезжали в то же время. Я думаю, что Леон имеет возможность играть в 2-м матч-черноморце в своем месте. И у нас, с Химико, наш ошибок был в Страсбурге. Когда мы были плюс 14, в конце третьего квартала мы играли очень плохо в последнее квартале. Так, это все.